В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллинн». Выходит новый выпуск еженедельной городской газеты «Столица» и о том, какие актуальные темы затронули журналисты на этот раз, расскажет наш сегодняшний гость, медиаконсультант столичной мэрии Илья Бань. Доброе утро. Доброе утро. Илья, что интересного будет на этот раз в столице? Это будет снова какая-то глобальная тема или уже наша городская? Да, на минувшей неделе мимо прошла такая тема, как бюджетная стратегия нашей столицы на ближайшие четыре года. Все это на фоне возможной реструктуризации таллинского телевидения и возможной ограничения утренней продажи алкоголя в барах. Но это как раз тема, которая касается всех горожан, живущих в Таллине. Дело в том, что на ближайшие четыре года определены те статьи, которые в перспективе будут главными для городских властей. И мэр города Килвард сказал о том, что в первую очередь это социальная сфера и городская инфраструктура. То есть городские власти этой самой стратегии не просто на словах, а закрепляют это в документе, говорят о том, на что будут тратиться дополнительные доходы. Дело в том, что Таллинн растет и в смысле населения, и в смысле доходов. И каждый год городские власти вынуждены принимать дополнительный бюджет. То есть на что будут тратиться те самые дополнительные деньги. И вот, в частности, инфраструктура городская подразумевает не только ремонт, но и строительство новых дорог, в частности, озеленение также нашего города. Очень важно, чтобы в Таллине появилось больше освещения современного, также строительство специальных площадок для выкула собак. Ну и этот документ на прошлой неделе уже передан в городское собрание. Это значит, что теперь и оппозиция сможет посмотреть этот документ, какие-то свои замечания сделать. Будем надеяться, что будет какая-то дискуссия. Ну а с точки зрения вообще сбалансированности этого бюджета, то в ближайшие четыре года будет тратиться денег меньше, чем будут доходы. То есть дефицита не будет, бюджет будет в профиците, и для финансового документа это очень важно. Запас, опять-таки, для каких-то непредвиденных расходов. Да, еще важный момент, что в статье приводится статистика, из чего же состоят доходы нашей столицы. И вот даже я не знал, к примеру, что 60-70% от доходов бюджета нашего города это доходы от части подоходного налога тех людей, которые живут и работают в Таллине. Около 11% это доход от налога на продажу так называемого Киаби Макса на все товары и услуги. Около 17% приходят из государственного бюджета, и все остальное это уже поступление от других налогов и также из структурных фондов Европейского Союза, когда мы говорим уже о крупных проектах. Какую еще затронули тему журналисты? О чем еще можно будет почитать? Да, тема очень грустная. Тема касается количества самоубийств в нашей стране. Дело в том, что в среднем в год 200 человек уходят по собственному желанию из жизни. В нашей стране, если перевести это на тысячу населения, то наш показатель в полтора раза выше, чем в среднем по Европе. Ну и авторы этой статьи в газете «Столица» задаются вопросом, из-за чего это очевидно, что в нашем обществе достаточно много злости, и наше общество достаточно холодное, что мы не успеваем реагировать на проблемы каких-то конкретных людей. И психологи, мнение которых приводится в статье, конечно, говорят о том, что у каждого человека свои причины, свои проблемы, но можно выделить группу риска. Те люди, которые злоупотребляют алкоголем, они в конечном итоге, да, могут прийти вот к таким ужасным мыслям и добровольно уйти из жизни, но налицо то, что в нашей стране недостаточно предлагается каких-то реабилитационных услуг социальных для того, чтобы люди, которые оказались на дне, могли бы выбраться. Ну и достаточно конкретные такие советы приводит психолог о том, что нужно обращать внимание на то, что происходит с вашими соседями, с вашими друзьями, родственниками. Не быть равнодушным. Именно вот такая фраза и приводится в статье. Дело в том, что нужно смотреть, если вдруг кто-то стал злоупотреблять из ваших знакомых алкоголем. Или, не дай бог, всё чаще стал говорить о самоубийстве или просто о недовольстве таким патологическим, да, своей жизнью. Если он вдруг стал давать, вы точно знаете, что это ценные вещи, которые для него очень важны, он вдруг их стал там раздавать или дарить, или вдруг неоправданно рисковать, там, играть в лотерею, ещё что-то. Обратите внимание, не оставайтесь равнодушным. Именно это поможет спасти хотя бы одну жизнь. Ну и самое главное, Илья, что несмотря на то, какие в газете приводятся хорошие или плохие новости, обо всём об этом можно почитать у себя дома. Абсолютно. 13.45 – это короткий номер, по которому вы можете позвонить и заказать газету «Столица» себе на дом, вне зависимости от того, где вы живёте. И абсолютно бесплатно. Спасибо. Информационный блог «Доброе утро! Таллин» подошёл к концу. У нас в гостях был медиаконсультант столичной мэрии Илья Бань.